К нам присоединяется уже Мария Мезенцева, глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Мария, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom, рада видеть. Я вас приветствую, слава Украине. Героям слава. Мария, ну знаете, я не буду оригинальным, вот тут мы так подписали тему нашего разговора с вами, как трибунал над Путиным, но речь идет не только об одном человеке, да, по сути речь идет о высшем политическом, и не только, да, руководстве Российской Федерации, каким его видит Украина, и как сейчас мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы действительно этот специальный трибунал, да, был жизнеспособным, эффективным в привлечении к ответственности высшее руководство Российской Федерации. Да, благодарю вас за важный вопрос. Есть такая волшебная цифра 7, и именно это в пункте 7, значит, самерного плана президента Зеленского. Это вопрос о общей справедливости, в которой мы подразумеваем и наказание за самое большое зло, которое потом привлекло приблизительно и создало приблизительно 130 тысяч разного характера военных преступлений. Это именно преступление агрессии. Высшее политическое и военное руководство России именно они его планировали и далее имплементировали. Почему этот механизм важен? Поскольку на планете Земля в юридической плоскости разных партнеров, в том числе и в Украине, нет легитимного органа международного или национального. Но если национальный, это странно, если просто Украина осудит Россию. Мы и так все это делаем, мы осуждаем. Важен международный характер этого суда. Поэтому мы считаем, что поскольку Россия не ратифицировала римский статут через ООН, нам очень сложно будет говорить, да давайте пойдем по принципу предыдущих трибуналов. Вот ООН же создавали трибуналы, да, но в их кейсах не присутствовала Россия в Совете Безопасности, где она именно и будет блокировать эту инициативу. Поэтому мы смотрим на это более в широкой, скажем так, спектре возможностей. И, например, рассматриваем такого международного характера трибунал, например, почему бы не на базе Совета Европы. Это как вариант, то есть это не финальная версия, но сам Совет Европы на уровне министров иностранных дел предложили свою площадку для такой организации. Если позволите, я напомню телезрителям более, мне кажется, девяти резолюций с февраля 2022 года, с дня вторжения и, скажем так, повторяющейся агрессии, которая на самом деле началась в Крыму против Украины в 2014 году в марте месяце, далее перекинулась на территорию Донбасса, а сейчас наблюдается по всей территории Украины в разных регионах и областях, в том числе в моем родном регионе Харьковщине, продуцируя убийства, продуцируя вывоз людей незаконный. Вы рассказывали сейчас о страшных военных преступлениях, это также и плен, это котувание, извините, я забыла на русском, тартуры, то, чему подвергаются вне зависимости от того, мужчина это или женщина, ребёнок или взрослый, пожилой человек. Вот это всё документируется органами прокуратуры, нацполиции и нашими международными коллегами, которые и помогали ДНК-лаборатории предоставлять, и не только, потому что это самая документированная, к сожалению, война в современном мире. Поэтому для нас эти два аспекта, которые мы разделяем, общее понимание, что высшее политическое и военное руководство России должно понести ответственность, но Путин, Лавров и Шойгу имеют иммунитеты по международному праву, мы тоже знаем, как их снять, есть для этого специальный механизм, если международный договор будет поддержан партнёрами, это будет сделать легко. То есть ответ на это есть политический, скажем так, сигнал или, если хотите, пас, он был сделан давно со стороны парламентария, была создана специальная так называемая корр-группа, в неё входят 40 разных стран, в том числе и представители G7, например, Япония, которая не входит в Совет Европы. И в рамках этой широкой географии и министры иностранных дел, и советники, спецпредставители, как, например, с нашей стороны Антон Кореневич от МЗС, работают над уже юридической составляющей. Если вы зададите вопрос в Харькове на Салтовке, или же в Одессе на Привозе, или во Львове на площади Рынок, каждый украинец ответит, да, трибунал нужен, мы это поддерживаем, а важно, что это поддерживает и весь мир, потому что, возможно, мы не сможем найти насильника четырёхлетнего ребёнка, потому что он может уже быть мёртв, например, этот русский солдат, который осуществлял это военное преступление. Но мы точно знаем, кто эти публичные люди. Они заявили сами 24 февраля 2022 года о своих намерениях. Это уже не зелёные человечки, это конкретно армия Российской Федерации. И у нас достаточно доказательств. И это даже, знаете, легче работать, например, в доказательном аспекте с трибуналом, нежели, например, с любым другим военным преступлением массового характера, что не применшает никаким образом важность расследования. Но мы можем с вами представить, если уже 130 тысяч военных преступлений зарегистрированы, мы даём ответ через Совет Европы способом запуска компенсационного механизма. И ГАГА через платформу ДИЯ в онлайн-режиме уже обрабатывает, получает эти заявки. И хочу сделать акцент, друзья, не только это материальные потери или собственность, которая разрушена разного порядка. Это то, что иногда невозможно оценить деньгами или измерить эту боль. Это военные преступления, такие как преступления сексуального характера, изнасилования, депортированные наши дети. Поэтому у нас отдельная коалиция. Но также украинцы должны помнить, и органы нацполиции, прокуратуры готовы помогать, регистрировать эти преступления, потому что доказательства всё-таки должны быть в наличии. Если это сложно делать, мы всегда рядом и готовы помогать. К сожалению, сегодня после обстрелов центра Харькова погибли. Двое людей, 13, как минимум, получили ранения. Но железобетонный город держит сегодня не только фронт области, но и в том числе страны. Мы очень признательны силам обороны Украины и всем, кто борется сегодня в силах обороны, для того, чтобы с этим злом бороться на поле боя и для того, чтобы дипломатия могла осуществлять свою функцию. Поэтому очень ждём саммит мира, где президент Зеленский ожидает и примет огромное количество представителей. Если мы видим, как прошло так называемое турне, ну, не так называемое турне, скажем так, президента ССИ, будем смотреть, как будет реагировать, например, Китай, что будет предлагать, мы можем увидеть неординарные подходы к тем же вопросам украденных детей или же обмена пленными. Вообще, вот, например, у нас много цивильных в плену с 2014 года по Женевским конвенциям агрессор Россия не имела права их брать в плен. Они не военные, они не комбатанты. Но, тем не менее, Россия это делает. И сегодня, вчера, по сведениям министра внутренних дел господина Клименко в Волчанске в плен берут цивильных, над ними издеваются. И, конечно же, эти преступления мы тоже не будем и не должны замалчивать. И надеемся, что такие организации, которые уполномочены на помощь украинцам и всех тех людей, которые сегодня страдают, например, Комитет Красного Креста и отдельные подразделения ООН, они будут активно использовать свой мандат. А вообще Украина может стать инициатором пересмотра международных правил, которые действовали 75 лет. Сегодня некоторые из них показывают свою неэффективность, к сожалению. Ну и наверняка они, скажем так, как есть, устарели. Потому что эта война, которую развязала Российская Федерация, абсолютно неаргументирована, абсолютно неоправдана и абсолютно не должна была бы места иметь быть. Но она есть, и Российская Федерация ее продолжает. Мария, вам спасибо за участие в нашем эфире. Всегда очень конструктивно и очень точечно. Мария Мезенцева, глава украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы, была с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.